Бомбануло! Бомбануло! Скорей беги, пиши коммента, коку-коку! Знаете, хотел сделать смешную озвучку трейлера, как в прошлый раз. Искрометно шутил, пыжился, но... Warner Bros. запрещает ролики к показу, если в них фигурирует их продукция. Ты же ведь хочешь заработать на чужом труде, злёбни, Рюйский Иван! Так что просто скажу пару ласковых. В апреле 2022 года, то есть через 4 примерно месяца, обещает выйти Фантастические Мрази 3. И меня закидали вопросами, что я об этом думаю. Несмотря на то, что я уже не раз отвечал на подобные вопросы, тут всё же следует это сделать более развернуто. Очень часто слышу пренебрежительные отношения к Патриане в целом, мол... Лол, потный Гарик, да кому он нужен? Это ведь сказка! Меня всегда разочарует подобное отношение. Не нравится тебе произведение? Да на здоровье это нормально. Но подобного рода насмешки показывают лишь недальновидно смеющегося. Гарри Поттер сказка не больше, чем Матрица, Дюна, Звёздные войны, Мстители. А во многом она даже более взрослая, чем большинство из перечисленного. Всё-таки Дюна довольно-таки взрослое произведение. Те, кто читал книги, не могли не заметить, что уже на третьем романе детскость улетучилась, уступая недетским интригам, крутящимся за спинами хогорских школьников. После четвертого романа называть детской сказкой Патриану будет лишь тот, кто либо не читал эту книгу, либо просто испытывает пренебрежение, и ему не важна правда, он уже вынес приговор, и его не переубедить. Только это не имеет отношения к реальности. Гарри Поттер – одна из самых взрослых и проработанных книжных вселенных, что я встречал. Так называемые дыры в ней, конечно же, присутствуют, но подавляющее большинство этих самых дыр – это лишь дыры в знании или в понимании тех, кто читает эти книги и находит эти самые дыры. В этом я убедился, годами читая ваши вопросы и аргументы по этой вселенной, отвечая на них. Не страшно чего-то не знать, но глупо, основываясь на этом, насмехаться над произведением. Однако Патриана закончилась, вышла седьмая книга и несколько заметок от Роллинг. На этом история правда закончилась. И когда я говорю «закончилась», я имею в виду, что она именно закончилась. Все, мир законсервирован, это хорошо, всему должен быть конец. Особенно это хорошо на фоне того, что творят с франшизами, охочие до денег, толерантные до мозга костей работники цеха. Да, я бы тоже хотел увидеть, например, продолжение похождения Гарри Поттера, а лучше прочитать, или сыграть в Аркс Фаталис 2, или побывать в ранних циклах в темных душах, но этого никогда не будет, я надеюсь. Потому что не только права переходят из рук в руки, как уличная девка, с которой можно делать вообще все, что заблагорассудится, но и сами авторы оригинала порой могут сменить взгляды на жизнь и далеко не всегда в разумную сторону. Взять того же Сапковского с его подмахиванием идиотскому сериалу ради денег, из-за жадности погубить такую вселенную, это просто прелесть. За Властелин колец теперь вот тоже страшно. Ну и, конечно же, чтобы уж ближе к делу, это новое творение Роулинг, проклятое дитя. Она не просто так присутствует в условных титрах, она контролировала этот процесс. И что же она там такого наконтролировала? Что же мы видим? Неоднократное нарушение канона, нарушение логики и здравого смысла, полнейший бред, короче, мы видим. Но зато ажиотаж, да, прибыль. И сама Роулинг пожимает плечами, мол, не, ну а чё? А ничего, такие вот креаторы рождают в итоге постканон, когда присветившиеся новомодными тенденциями фаната романов или кинофильмов, нежелающие видеть по напиханных по квотам негров, геев повсюду, отказываются считать новые поделки каноном. Мир расслаивается, как в Звездных войнах, только неофициально. Всё, что было до проклятого дитя, это канон. А всё, что после, ну, официально, конечно, это канон. Но назвать это каноном, значит серьёзно надругаться над вселенной и здравым смыслом. Всё, что мы так любили, всё, что нам так было дорого, легко было сломано и растоптано в проклятом дите. Но на этом страдание канона не закончилось. Его останки продолжили насиловать в новых фантастических тварях. Казалось бы, задумка-то интересная, а главное удачная. Показать, как магозаолог в группе с маглом, используя название фильма тех самых тварей, спасают город. И всё бы хорошо, назревает только вопрос, а зачем перечить готовому канону? Зачем нарушать целостность мира, который многие и так называют дырявым? В угоду сценарию? Импотентскому сценарию, которому нужно просто снять, что было вах! И похрен, сколько в этом всём логики и что из этого нарушает канон. Теперь понимаете, в чём беда? Такие создатели плевать хотели на вселенную, даже если декламируют иное. Уважение и любовь к вымышленному миру проявляется в первую очередь в сохранении его целостности. Ведь никто же не спешит назвать своё творчество фанфиком на тему. Нет, всё официально, Википедия наводняется новыми данными, противоречащими друг другу. И всё-таки фантастические твари были хорошим фильмом, и такого идиотизма там было по минимуму. А самое главное, он был почти самодостаточным. Почти, потому что он изначально был заточен на продолжение, ибо ещё в 2011 году, разбив седьмую книгу аж на два фильма, они почуяли запах денег, и в принципе весь Голливуд почуял, поэтому Питер Джексон снял аж три фильма Хобби, да? И в общем, они решили снять четыре или даже пять частей тварей. Только при чём тут твари, если вся круговерсь будет вокруг истории Дамблдора? В принципе, это одна из проблем. Во втором фильме те самые твари, как не пришели чурки-бластер, вот честно, вообще лишние, будто бы впихнутые для галочки. Правда, конечно же, есть там и более серьёзные проблемы. Точки опоры первого фильма, им же построенные, разрушаются во втором начисто. Лучше всего это видно на характерах. То, значит, у нас есть эксцентричная такая женщина, Голдштейн, то, значит, она теперь полнейшая дура без мозгов. То у нас есть строгая дамочка, то дура без мозгов. Вот этот характер у них получается лучше всего. Зато напиханы персонажи для галочки и повесточки. Да, Лэс Стрэнджи у нас теперь будут с муглянками-хуторянками. Почему бы нет, да? Почему тогда Белатриса Белая спрашивается? Ох-ох-ох, потирают руки Ворнеры. Исправим, не боись. Гарри Поттер ж будут переснимать. Там и Гермиона будет загорелой, и Белатриса будет, и Волдеморта сделаем африканцем. А Дамблдор будет открытым геем. Почему нет? Что, в романе о сексуальной жизни даже речи не заходило у персонажей? Ну так, то было раньше. А что, мало вам тяночки-смукляночки? Так вот там ещё один Алииза Бабуа. Спасибо, пожалуйста. Хотя в этом случае я бы не придирался. Тут свободное место в каноне, и этот персонаж как бы вымышленный с нуля. Но после всего увиденного я никогда не поверю, что его туда не по квоте впихнули, чтобы был интернационал. Китаянка же тоже есть, ну правда. Да, а ещё есть Николас Фламель. Он тут нахрен не нужен, он комичен, он просто как отсылка. Ну то есть, как отсылка, значит, он фансервис. Это называется фансервис, чтобы зритель такие «Ооо, это же Николас Фламель, который сделал тот самый камень, который Гарри Поттер из штанов в первом фильме вытащил». А о чём я сейчас говорил? Ну то есть, это всё рассчитано на тех зрителей, которые, вы знаете, не будут задавать вопросы. Зачем тут те или иные персонажи, какую нагрузку они несут на сюжет, потому как ответы только расстроят. Но самое худшее, это, конечно, усугубление канона. Не, зачем нам эта взрослая история, рассказанная подробно самим же Дамблдором в седьмой книге? Не, не, мы тут по-другому сделаем. По-современному, шоп с мужской крепкой любовью, клятвами на крови. И при том, опять никого не волнует, что тех же геев и чёрных в те годы, мягко говоря, очень мягко говоря, не сильно любили. Не было тогда толерантности и толерастии. Её, строго говоря, и сейчас нет вне кино и политики, но это уже другая тема. Да, брата какого-то нашли, Альбусу. Ну круто, да, кому нужна эта интрига с его покойной сестрой? Не, фигня. Ну и, собственно, третий фильм пойдёт по тем же рельсам. Будет полный трэш и садомий во всех смыслах этого слова. Ворнер заверяет, это цитата дословная, что фанаты Патрианы впервые смогут по-настоящему узнать сложного и загадочного Дамблдора. Я даже вот не знаю, это ведь даже не насмешка, ребят, это просто плевок в лицо, или я не знаю, возможно, возможно, я чего-то не знаю, возможно, пока годы шли, все вокруг отупели, а я выхожу из пещеры, вроде как человек не самый глупый, а вокруг одни вот такие ходят, да, и не умеют читать. Потому как настоящий Дамблдор мастерски раскрывается всю седьмую книгу с обратной тёмной стороны, так сказать, а с нетёмной стороны он раскрывается все семь книг. И Роулинг для этого даже не пришлось использовать гейские намёки или там внезапных братьев и сестёр. И уж тем более, сука, Грин де Вальд начал войну не из-за того, что он с Дамблдором повздорил, на что намекает в трейлере, мол, это то, из-за чего началась война. Я вот, знаете, чувствую, что в переснятом Гарри Поттере Волдеморт начнёт войну, потому что ему Нагайна не дала, а он так любил китаянок, ну или что-то в этом духе. Сыграет ли волшебное животное весомую роль в этот раз? Вполне могут. Будет ли что-то интересное в фильме? Да наверняка будет множество интересных моментов, из них как минимум состоит сам трейлер, и действительно трейлер интересный. Увы, теперь всё это ленту не спасёт. Не спасёт её и понапиханный фан-сервис в виде Хагрида, Волдеморта, Аберфорта, возможно, ещё кого-то. Они вообще стараются как можно больше узнаваемых элементов напихать, как тот же Микки Маус в Звёздные войны, чтобы люди помнили, мол, ой, смотрите, крестокрыл пролетел. Это Звёздные войны, сучки. Да, это они так пытаются намекнуть, что они нам тут не гуану продают на подносе, да, а наследие нечто великого, с большой буквы. Однако теперь всё это можно смотреть, как те же Звёздные войны. Посмотрел, вышел из кинотеатра, ни в голове, ни в жопе. Через минуту забыл, о чём было кино, пошёл по своим делам дальше. А лучше, конечно, и в кино на это не ходить, и не носить на это надругательство над индустрией деньги в кассу. Хотя теперь повсюду подписки. Я не знаю, какая там система, но правда, вот если есть возможность, ребят, не кормите этих бездарей. Если вы думаете, что такой длинный перерыв между второй и третьей части был сделан потому, что они работали над ошибками, у меня, конечно, вы вот такие наивные у меня. Если вы думаете, что они больше трёх лет делали фильм, то хрена лысого. Такой временной лаг, во-первых, потому что вторые твари то ли провалились, то ли просто собрали херовую кассу, и эти сапожники долго чесали репу на тему, а что же им делать дальше. Примерно то же самое сейчас происходит со Звёздными войнами. А потом пандемия. Ну и, конечно же, скандалы, интриги, расследование, повесточка. Да, повесточка — это теперь не только «давайте понапихаем повсюду геев-чёрных реминисток и сделаем вид, что так и надо». Это ещё и мода на скандалы, харассменты и всё такое. Ой, он меня за жопу мацал. Биллиард лет назад ещё, да? Будучи гнилой, внутри ты всегда можешь оскандалить кого-то на весь Голливуд. Вот, смотрите, какая я цаца. Я не обеляю Джонни Деппа. Я понятия не имею, что там на самом деле было, и подозреваю, что тут все стороны хороши, как это обычно и бывает. Но опускаться до такой вот низости, после которой от него стали отворачиваться работодатели, это свинство исполинских размеров. Знаете, есть такое выражение, «О вас говорят так много плохого, что у меня нет сомнений, вы замечательный человек». Это кто сказал? Дарт Вейдер. К Деппу начинаешь чувствовать уважение просто как минимум из чувства равновесия, которые нарушили эти ярнамские упыри с человеческими лицами, накинувшиеся на человека как черти. Но, увы, именно эти черти и делают для нас фильмы, в том числе фантастических тварей. Поэтому Деппа мы заменим. Да, Ричард Харрис. Дамблдор в первых двух фильмах был заменен по естественным причинам. Он умер. А тут чисто повесточная толерастия, человеческая лицемерие и жажда наживы, от которой уже смердит на всю планету. Уже из чувства омерзения не хочется смотреть фильм с новым актером, хотя лично к нему вообще нет претензий. Он тут вообще ни при чем. Ну и, конечно, скандал самой Роулинг, который вляпалась в то дерьмо, которое культивировало в головах людей долгое время. Ты поддержила повесточку? Молодец. Это твой осознанный выбор. Ах, ты не знала, что люди одуреют до того, что называть женщину женщиной станет нетолерантной, на тебя как голодные псы на кость набросятся все те, кому ты дала путевку в жизнь? Ну, значит, ты просто дура. До седины дожила, ума не нажила. Что тут еще сказать? Мне ее совершенно не жалко. Она заслужила это. Она служила гораздо большего, и она еще мягко отделалась. В конце концов, она действительно талантливый писатель, и говорят, что ее романы, помимо Патрианы, тоже достаточно интересны. Но это уже, опять же, другая тема. И вот вся вот эта вот кутерьма, она как раз таки и не давала приступить к съемкам долгое время. Но теперь тоже все. Теперь ждите, скоро нам всем на лопате вынесут. И выбор, жрать с лопатой или нет, за вами. Я свой выбор уже сделал. Не прощаюсь. Да, я, собственно, и не здоровался. Пошло все в жопу. С Новым годом! Кикимер опять осудил фильм по трейлеру. Ведь фильмы нужно судить только когда они выйдут. Что бы сказала госпожа, если бы она узнала, как непочтительно обошелся Кикимер с фильмом? Кикимер должен быть доказан. Эмси!